вечер добрый дорогие друзья братья и сестры воскресенье малая пасха христос воскресе пока подключаются все смотрю немножко тут мы как бы подвисаем напишите ли все хорошо видно звук видео если хорошо напишите хорошо или там палец лайк поставьте все вижу хорошо спасибо большую эта неделя у нас ознаменовалась таким названием как неделя расслабленным интересные иванские чтения мы сегодня два читали иванские чтения поскольку вспоминаем также якова заведиева о том как господь приходит в берегу где рыбачили или уже закончили правильно сказать рыбачить петр яков и иоанн за братья заведеви и ничего не поймав господь входит к им в лодке просит их отплыть и бросить мрежа то есть сеть забросить на что говорят ему что это бесполезно мы всю ночь ловили но ничего не поймали на что господь говорит все равно бросайте и они увидели слава боже в чем они столько поймали рыбы что не могли ее даже вытащить на берег и господь говорит будьте ластами человеков людей в каком плане сегодня мы понимаем что это апостолы стали ученики христа но самое главное что не столько ловить души человека сколько их врачевать любить заботиться о них по примеру который господь показал и здесь в иванское чтение мы слышим о святом апостоле якове заведеви поэтому сегодня читалось это евангелие и второе конечно для нас но оно более длительно но более так можно о нем порассуждать евангелие о от рождения слепом мы читаем что господь видит этого человека игрит хочешь ли видеть на что конечно уголь хочу тогда господь из делает такой поступок для нас он найти из области антисанитарии но если вы скажем что человек болящий хочет любым способом исцелиться то для я за монет варом сижу чтобы подсветка немножко виднее меня было то для человека в принципе это не имеет значения как что господь делает господь плюет на землю делает бремя то есть такую кашицу и кладет ему на глаза и горит иди умойся в купели с силу амли что он делает умывается и видит как здоровый за что его начинают допрашивать скажем так фарисеи видишь ли ты или не видишь мои дорогие я всех вижу благодарю добрый вечер я потом все прочитаю мы с вами пообщаемся сейчас я евангелие расскажу немножко порассуждаем вот а потом пообщаемся и говорит кто же исцелил тебя я не знаю на самом деле он слепой не видел кто его исцелил вот а как ты думаешь ну кто-то из великих людей пророк наверное значимых на что говорит не может пророк нарушать субботы и опять-таки мы здесь слышим что господь творит чудо субботу как часто спрашивают батюшка можно ли трудиться воскресенье ты пришел помолился в храм богу богова если у тебя есть силы желания пожалуйста трудись но хуже прийти домой лечь включить развлекательные программы в находиться в линии праздности по мне так это больше грехов чем прийти и потрудиться если и все есть силы вот то есть господь говорит не человек для суббота а суббота для человек ну и вот говорит ты точно был слепой от рождения точно ну и и призывает родителей это слепого человека и горят на самом деле деле это сын ваш когда это сын и от рождения он слеп он говорит а кто его селегать не знаем спросить его он уже взрослый на сразу немножко по-русски объясняем вот и он говорит не как бы они не могут ответить на самом деле то они не видели тоже и вот тут важный момент господь встречает его игре за кого-то им веру что ли в бога сиди житель веру и увели хочу увидеть его к это видел меня то есть господь о себе говорит как о боге и сыне божьем но еще интересный момент с это евангельское чтение в чем для нас мы часто с вами болеем чаще всего болеем по грехам своим и вот в этом иванское чтение вопрос задают апостолы и ученики христу почему он слеп от рождения грешен ли он за грехи ли свои за грехи ли родителей он слеп на что господь интересно отвечает не за свои грехи не за родителей а за то что не даже не за то а для того ему какой-то попущена немощь чтобы на нем просеяла слава божия господь его исцеляет и многие уверовали о этом чуде в том числе в господа то что он от рождения был слеп и господь ему дал видеть но порой разве мы не слепы разве мы не слышим ли в себя или болезненное своеображение или порой болезненное общество которое сегодня в настолько слеп от греха когда нормальные нравственные вещи нормальных ценностей семейных для нас который господь осветил допустим станции брака сегодня однополые отношения узаконены разве это не греховная слепота и разве она не наступает из-за того что мы не видим бога не хотим быть с ним и естественно когда будет второе пришествие христа все узрят свою низменность греховную и вряд ли хватит нам каких-то добродетелей чтобы оправдаться но стараться мы должны безусловно в этом еванской чтении говорят фарисеи что праведник бы пророк не сделал не нарушил бы субботу но и замечательно отвечает прозревший этот человек что грешника бы если бы он был неправедником то грешников господь бы не услышал но разве это человек без греха был тоже может быть в коей-то мере ну как минимум унынием мог грешить и господь все равно смилостился и прославил а показал свою славу на нем исцелив его изумительное иванское чтение которое указано на то что нельзя унывать не то нельзя опускать руки трудиться во всех отношениях обращаясь к медикам в первую очередь обращаются к господу и может быть господь по милосердию и правит милость и силу свою на нас вот такая неделя неделя о слепом у нас началась как вы знаете у нас неделя начинается церковно с воскресенья ну давайте теперь почитаем что вы писали и что-то по отвечаем видела мамочку к онкологу и онколог отправил больницу в логическую мама боится идти повезу 5 июля вот помощь вам валентина здравствуйте как вы все хорошо вадим добрый вечер баечка приятно вас слышать мне тоже вас спасибо господи видеть здрасте . конца едино приветствую и боится что приговор скажут рак мама боится боимся мы болезни то потому что хотим дольше пожить возможно чтобы больше добродетелей сделать успеть оправдаться сама болезнь то не страшно и смерть не страшно потому что мы понимаем что мы не вечны страшно с чем мы пристанем пред богом оправдаемся ли мы своими добродетелями немногочисленными и какими-то трудами божими а чем плохо развлечением это наверное что воскресенье включить телевизор и включать развлекать смотреть развлекательные программы развлечения от радости имеет немножко большую разницу развлекаемся мы для утехи своей гордыни а вот радуемся что более важно и значимо у каких-то добродетелей допустим проводя время со своей семьей с детьми трудясь допустим на огороде вырастив какие-то плоды увидев итог и мы радуемся мы научились допустим каким-то спортивным успехом развивая это радость а когда ты лежишь на диване и щелкаешь только развлекательные программы вот это развлечение это не радость которая как вспышка а радости она остается как зерно в нашей душе и прорастает и дает хорошие плоды так отец константин помолитесь заболевающую евгению у меня в пятницу обследование было результаты на этой неделе у меня онкологии подкрепи вас господи врачей господи слава богу все здравствуйте здравствуйте батюшка как вы сказали правильно я боюсь не успеть а что у вас с рукой но это вообще интересная история такая это раны ссадины я ездил в спортзал на качалку занимаюсь также здоровым образ жизни и поехал на велосипеде обычно на машине ездил ну думаю хорошая погода чё на велосипеде не поехать ну это какая-то ситуация получилась там машины ездили на повороте ну и так вот получилось немножко подрезая один юный парниша скажем так в разуме его господи чуть не зацепил и мне пришлось маневрировать там был небольшой парапетик такой из-за чего я не смог его преодолеть вашу неудобно стояла скажем вот этот бордюр и я полетел с велосипеда но не хвалюсь я собрал велосипед колесо вылетело собрал велосипед вернулся на жилье где я снимаю жилье обработал раны сел на машину сказал нифига все равно я пойду спортзал и буду продолжать здоровый образ жизни поэтому отступать нельзя впереди москва воспитываем качаем душу чтобы она была твердой а не маловерной и занимаемся своим здоровьем чтобы она была крепкая и в нужные минуты можно было поддержать и физически помочь нуждающимся человеку для себя конечно это раны скажем так ничего страшно это такие да это мелочи слава богу все живы здоровы так что вот так вот ну давайте мы родные пообщаемся пишите свои вопросы а я наверное вот пока вы пишете свои вопросы ты бесовидел маловерный видел видел и бесноватых я видел которых несколько человек которого несколько человек держали и чуть ли не одним мизинчиком он их разносил поэтому лучше воучивать тех не видеть сегодня была в монастыре батюшка вы не поверите мне до слез было больно слышать совсем не не акафисты смех какой-то бред неужели нельзя просто молиться в таком святом месте я рая видел да не факт что спасибо господи я надеюсь что вы будете ему когда в монастыре услышите достойной молитвы николай я сомневаюсь что увидели рай все возможно конечно может быть в жизни человек но однозначно скажу что лукавый может много что показать дабы погубить душу человека у меня знакомый верующий но он больной апсессионно-компассивным расстройством больно уже более 10 лет имеет ли он право на послабление в посте наверное безусловно на усмотрение священника в храм который он ходит священник как какое-то послабление может дать почему потому что святые отцы говорят больной человек постится своей болезнью то есть пост это не только что-то не кушать после то в первую очередь воздержание от греха борьба со грехом поэтому если у нее сугубая болезнь я вот сейчас не компетентен я почитаю что это за болезнь чтобы для общего развития но если это на самом деле такая вот серьезная болезнь как ее название такое огромное я думаю бачка ну какое-то послабление благословит чтобы человеку было более легко пронести время поста так город святых благословите бог благословит ну давайте вы пока пишите свои вопросы если таковы есть а я читаю тут вопрос который мне задавали значит вы сто процент николай во первых будет большую букву второй момент вы бога не могли видеть однозначно почему потому что даже святые отцы многие говорили что невозможно увидеть бога потому что сгоришь как свеча в секунду то что он сказал потоп будет если мы говорим глобально как всемирный потоп такого потопа уже не будет потому что сам господь сказал что потопа этого не будет и как знак подтверждения этому дала радугу как символ такого окончания этого бедствия скажем так надежды будущего века поэтому однозначно вам не бог обез мучает видать что-то покурил надеюсь нет так давайте сейчас пишите свои вопросы я пока быстренько посмотрю тут мне вопрос задавали ну вот мама отвлекаем расскажите о себе хорошо сейчас подскажите как правильно поступить нашли дома крестик и образок сергия радусь к чьи они неизвестно можно отнести в храм значит отвечая на этот вопрос для вас если вас это смущает каким-то образом можно отнести в храм тем более здесь вот мне сфотографировали совершенно новый кулончики и крестик прошу прощения вот и можно отнести в храм второй вариант можно положить в святой уголочек потому что бывает разность свой потерял а здесь сейчас в том уголочке есть крестик ты одел крестик чтобы не не быть без креста если смущает как бы маме что это не ваш ну пойдите в храм пусть батюшка почитать молитву на освящение креста и иконы и пожалуйста пусть у вас будет вот так дух святой бог это одно и то же вообще его в евангелии мы читаем что бог есть дух святой дух это одно из трех лиц святой троицы поэтому конечно бог святой дух и бог бог святой дух и есть в том числе бог так расскажите о себе бог может оскорбить нет не может что вас сподвигло на эфиры благодарю вас за вопросы мне так даже проще отвечать я участвовал в уже в эфирах замечательный проект называется батюшка онлайн надежда земска возглавляет его и организатор вот был я там по определенным причинам я вышел с этого проекта и вот по благословим правящего архиерея по моему предложению вот запустился этот проект который отказ за который я слышу много добрых отзывов плохие слава богу еще не было хотя плохие отзывы тоже как критикой надо полезно для развития вот в эфирах ну для меня это привычно потому что часто общаясь по ватсапу по скайпу ну это очень близко просто здесь читаешь эти вопросы и отвечаешь принципе я вот в инстаграме недавно делал эфир просились как бы эфир но там эфир был такой о страхах какие бывают страхи вот принципе можно и видео эфир сделать почему потому что господь призвал учеников своих а через учеников в том числе и священников вот у нас будет на этой неделе уже вознесение и вы помните когда господь возносился он сказал идите научите все народы а народ это от мало до велика крести научите крестить во имя отца и сына и святого духа вот поэтому это моя обязанность поскольку в интернете в том числе много православных крещенных людей они также пишут в личку в директ если это инстаграм ну а почему бы их вопросы также не озвучивать в прямом эфире или ваши которые вы вас задаете вот одна из причин что я призван нести слово божие почему и проекта называется батюшка лав батюшка любовь то есть священник он должен показывать любовь а любовь это не только все-сему это я же мог свое время потратить на общение с детьми какими-то домашними делами заняться но любовь это в коей-то мере самопожертвование и я жертвую этим временем для вас чтобы доброе слово добрый ответ на ваши вопросы дать о себе мне 34 года у меня папа священник по его какого первую очередь по его примеру я пошел по его стопам хотя это не стало основополагающими именно он это одно из важных я бы сказал почему я пошел по этому пути священники хотя понимал свое недостоинство насколько это важный крест тяжелый крест конечно возникали мысли что наверное я все таки знаете как выражение такое ошибся дверью но понимал что скорее всего это искушение и самая радость большая она ничем не сравнима земным скажем так когда ты стоишь у престола и молишься богу обращайся к нему и внутри очень чувствуешь заботу ответ и ты еще больше радуйся когда за спиной стоит паства которая также пришла богу вот супруга у меня есть я не монах я из белого духовенства дети у меня есть настоятель храма и настоятель строящегося храма то есть два храма так почитаем что вы тут писали пока я рассказывал так богородицу видел николай завязывайте не дай боже такие очень опасные вещи на тел даже сны нам когда снятся всякие святые стыгает мы не такой святой жизни живем что у нас сны или сны от бога скажите святой отец ни в коем случае я не святой это у католиков они там все святые и безгрешные как папа римский вот я батюшка достойный грешный если один из родителей нарушил брак и создал другую семью вне брака то имеет ли право ребенок на смену родителям что значит имеет они биологически бога вам даны или или праве сказать и вы им даны как награда чадородия пошел чадородие это счастье это дар божий а сменить родителей из обиды своей это глупо с одной стороны и не проявление скажем так благодарности с другой стороны на вашем месте я бы помолился бы за родителя о его вразумлении ну и разные жизненные обстоятельства это бывает на самом деле возможно может в той семье он больше пользы принесет и меньше вреда вам придет индивидуально досмотреть какие бывают обстоятельства молиться за него господь сказал даже за врагов молиться а тем паче за того человека который был сопричастен вашему рождению так что это значит а здесь конце бискрей стекай сейчас очень печально что такое крест для православного человека это во первых символ нашего спасения почему трепещут так креста бесы потому что из-за символа позорной смерти это стал символ победы смерти над смертью по что мы читаем такие слова мы смертью смерть поправ то есть господь свою смертью поправ смерть каким образом воскресил в воскрес он воскресил эту плоть в пасху кто что мы вспоминаем да христос воскресе и как святые отцы говорят он в очеловечился то есть принял на себя человеческую плоть чтобы человек обожился поэтому мы в знак любви как господь носим крест и в том числе как ограждение всяких происков лукавых так ну вот я иконку пнул сломал и так далее как как от этого оскорбится бог да господь то не оскорбится ему он больше скажем так посочувствует глупости вашей как может допустим оскорбиться папа если видишь что ребенок его делает совершенно неприятные для него вещи он подумает что он неразумный в худшем случае даст ему ремня в лучшем случае он скажет что делать так не нужно потому что и мне это неприятно и тебе если у человека глупость предобладает он и дальше будет делать глупость если он считает что умный человек он будет совершенствоваться расти и духовно и во всех остальных моментах бога оскорбить нельзя это мы себя вбиваем скажем своими грехами в гиона огненную а он более сопереживает что мы творение его мы сами же себя уничтожаем как отличить беснующегося от неврологического больного беснующегося очень остро реагирует на святую воду на лада на крест на молитву допустим там крепкие пряды мученицы в стене неврологические это физиология больше ты пьешь допустим какие-то неврологические таблетки тебе они помогают объяснующемуся это не помогает спасибо вам большое дело благодарю если больной человек начиная терять веру что делать на по сути болезнь наоборот отврезляет человека понимая что благодаря болезням мы очищаемся от своих грехов болезнь это найти как фильтр который заставляет нас задуматься что наше тело временно жизнь то вечно я не не беру в этот временный промежуток больше скажем так молиться когда ты молишься и благодаря за все и за немощи в том числе бога ты не для галочки искренне когда молишься ты понимаешь что вера твоя подкрепляется вообще в священном писании мы читаем что вера без добрый дел мертво есть значит надо делать добродетелей больше очень добро ведь времени суток спасибо господи николай вам доброго вы верите в одержимость я видел это поэтому как не верить знаете есть такой у нас в епархии монастырь святодухов тимошевский городе мошевск и у там паровая проводятся отчетки и ты видишь что-то это явно не психические больные люди там кого только не видели поэтому веру крест да глупый человек прости господи дальше не надо не надо отсохнет язык понимаете лукавый не дремлет и пытается нас ввести в искушение в озлобленность и из нас начинает вылазить самое худшее если человек больной мы живо не добиваем мы его лечим мы за него молимся в библии написано что если происходит истечение семьи то тело одежда нечистый сейчас тоже так считается да в принципе да нужно и купаться и восьми не белье если но допустим не знаю честно говоря вот у мирян я уже не помню а у священников даже молитвы читаю специально если искушение такое было если правда я видел бога то вы хулите в бога вы не понимаете что такое хула на бога поэтому надеюсь господь вразумитет мамочка боится делать биопсию поскоряю господи вашу мамочку это естественный момент что это бойзна почему после казни иисуса на лысой скале римляне люди не обрели бессмертие почему после казни Иисуса на лысой скале римляне люди не обрели бессмертие а каким образом они должны были его обрести они же не боги не святые чтобы бессмертие обрести это из области фантастики мечтательности хочу пожелать вам терпения тут столько спасибо господи благодарю так спело себя крестик сил нет отдать крестик спасибо собачка я заговариваюсь что мои дорогие можем сегодня кратенький эфир чтобы вас не утомлять сделать давайте я еще может быть у вас пока появится еще один вопрос прочитаем который мне писали и потом уже будем закругляться ух ты я даже забыл поделиться эфиром чтобы другие могли задать вопрос да да пребудет с вами благодать божия спаси господи бог божий пишем чаще всего с большой буквы если это не касается идолав я имею ввиду там язычество всякие ерилы и тому подобное ладно мои дорогие я рад бы с вами пообщаться бог помощь вам на предстоящую седмицу с вами в освящении константин мальцев это был проект батюшка лав батюшка любовь мы говорим о любви бога в боге и между собой братья и сестры храни господи бог помощь вам аминь